Добрый день, сегодня я хотел с вами поговорить, заснять новый второй, свой второй влог. Всё дело в том, что я даже подумал, что можно снимать все влоги вместо блогов. И сегодня это не будет просто воображение, я хотел бы поговорить с вами о вопросах, которые мне задавали. Например, мне задали такой вопрос. Зачем я вообще снимаю всё? Зачем я снимаю видео? Зачем мне это нужно? Какой смысл всего этого? Ну, в свою очередь я задаюсь такими вопросами. Зачем я слушаю музыку? Зачем я пишу стихи? Зачем я читаю книжки? Я не знаю. Ответ очень прост, потому что это мне нравится, потому что это меня развивает. Потому что это делает меня лучше и окружающих людей. Раньше, допустим, в 19 веке, для того, чтобы донести какие-то свои мысли, свои идеи, люди собирались в клубах, люди собирались на собране каких-то, и там были разговоры, люди выступали, что-то докладывали. А сейчас появился интернет. Можем сделать то же самое по интернету в виде видеоблога. Почему я, собственно говоря, не могу самовыражаться таким способом? Мне кажется, это, во-первых, хорошая идея, во-вторых, по крайней мере, ничего плохого в этом нет. Только плюсы. Еще я хотел поговорить с вами сегодня о некоторых видах, твитах, постах и так далее. То есть, когда мы заходим в любую социальную сеть, мы иногда можем увидеть такие сообщения вроде «Нельзя давать людям второй шанс, они второй раз предадут». Если тебе первый раз предали, давай второй шанс. Или, допустим, я виню тебя за то, что я прощаю людей, потом они снова втыкают мне нож в спину и так далее. Не могу с собой поделать ничего, я все время прощаю. Или, например, если человек тебя предал, ему нельзя прощать. Какие-то такие вещи. Я вообще не могу понять, откуда такая логика. Если человек ошибся, нельзя ставить на нем крест. Нельзя вычеркивать его. И это еще раз доказывает то, что если вас предал человек, и вы потом, грубо говоря, послали его, то этот человек вообще для вас ничего не значил. И мне кажется, если человек достаточно для вас, значит, если вы вообще-то что-то неполный эгоист, вы всегда должны давать человеку второй, третий, десятый, стосороковой шанс и так далее. Просто дело в том, что, может быть, стараться как-то сделать так, чтобы он не мог вас предать, может быть, это дело вообще в вас. И на самом деле, мне кажется, когда вы прощаете человека, вы становитесь выше его предательства, выше его обмана. И этим самым, мне кажется, вы становитесь человеком. То есть, когда вы прощаете, грубо говоря, вы становитесь человеком. Некоторые люди считают, что, допустим, они люди. Ну, почему они люди? С какого хрена они люди? Они едят, спят и всё. Они не развиваются, они не делают ничего, что должны делать люди. Может быть, они просто животные. Ну, конечно, это звучит цинично. Я на самом деле так не читаю. Но всё-таки, мне кажется, человек должен быть человеком. Как бы это ни банально звучало.